На прошлой неделе вышел нормативный документ, приказ Минздрава Российской Федерации. В новой редакции прописано, что больные с новой коронавирусной инфекцией должны лечиться в инфекционных отделениях. Многопрофильные стационары, которые были перепрофилированы в ковидные учреждения, обратно в русло многопрофильных больниц. Уже сегодня мы узнали о том, что первый этап этого плана с созданием инфекционного корпуса с наличием специализированных коек, который будет функционировать на постоянной основе в интересах всего субъекта, он реализован, он размещен на базе Егорьевской больницы, который будет на себя аккумулировать в последующем всех пациентов с ковидом, с ковидом плюс, которые будут нуждаться в специализированной помощи. И в этой связи все остальные, в том числе и наши многопрофильные стационары, которые находились и находятся еще под ковидом, они будут переходить в русло обратно, претерпевать обратную трансформацию в русло многопрофильных стационаров. Естественно, что какое-то время это должно занять, потому что на сегодняшний день у нас находится порядка 250 пациентов, у нас 30 пациентов в отделениях реанимации, и, конечно, их надо долечить, кого-то выписать, кого-то перевести. Ну, поэтому вот сейчас мы занимаемся этим. В основном, он должен сказать, что да, ну и соответствующие указания должны получить по маршрутизации станции скорой медицинской помощи, которые перестанут нам госпитализировать и доставлять пациентов с ковидом или подозрением на ковид, а будут маршрутизировать их в Егорьевскую больницу. И мы, в общем-то, поэтапно будем осуществлять выход из ковида. Ну, вот горизонт этих свершений, он близок, уже ощутим, осязаем. Как это прям вот точно по дням, я не скажу, потому что здесь очень много разных факторов дополнительных. Ну, начиная с того, дойдет ли до нас эта волна повышения заболеваемости, когда она дойдет, в каком объеме она дойдет. Потому что если это будет, ну, некое небольшое величие заболеваемости, то я думаю, что вот развернутый этот сконфинансовый корпус, инфекционное отделение по муниципалитетам справится с этой нагрузкой. А если это будет волна такая, как она была, допустим, в январе, то, наверное, потребуются дополнительные силы. Роддом, конечно, тоже. Он точно так же, как и основной корпус по адресу Нового Горького, 6-62, все эти этапы пройдет и выйдет обратно на свой уровень до ковидной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова